Слендермен, Джефф Киллер и другие монстры, появившиеся из Крипипаст, уже порядка 10 лет будоражат нервишки пользователей в интернете. Но! Есть одно существо, которое, может, не стало популярнее их, но в него не просто верят. Многие предполагают, что он действительно существует. Чай закончился. Херабрин. Игровое существо из игры Minecraft, которое появилось благодаря стримеру BroCraft Copland. Именно он и опубликовал ту самую историю о сущности с белыми глазами, наблюдавшие за ним из тумана. И, конечно же, прикрепил скриншоты. По сути, это и стало активатором той бомбы хайпа, которую уже нельзя было остановить. Херабрин стал частью культуры Minecraft, а Ноча задолбали с вопросами «Правда, что существо с белыми глазами — это ваш мертвый брат?» И делали они это неспроста, ведь охотники за привидениями пытались найти логическое объяснение тому, почему Херабрин вообще есть в игре. И пока Ноча рвал на себе волосы, от попыток людей вызнать хоть что-то про несуществующего брата-создателя Майнкрафта, Стив с белыми глазами вовсю захватывал медиа. Начиная от появляющихся крипипаст в геометрической прогрессии и заканчивая полноценными сериалами, в одном из которых успел поучаствовать даже я. За что немного стыдно, но не буду отрицать, что в то время воспринимал всю эту движуху очень позитивно. «Это, как называется, лес Херабрина». «У нас есть где переночевать, так что последуем за мной». На самом деле, я тоже долгое время верил в Херабрина. Вообще, почему? Смотрите, мои друзья позвали меня поиграть в Майнкрафт. Я, конечно же, согласился, побегал и такой, ну, в принципе, нормально. Но, спустя некоторое время они мне рассказали про Херабрина, который то дает тебе какие-то ресурсы, алмазы, золото, то вообще загоняет в ловушку или пишет странные сообщения в чате. Мне-то закинули, я посмеялся, хотя на самом деле я в это сразу поверил, потому что, ну, я не знаю, что такое Майнкрафт и что здесь вообще может быть. Для меня это было, ого, как ново. И потом, кто бы мог подумать, реально появился в игре Херабрина. Давал ресурсы, общался через таблички с нами, и я действительно в это верил. Сейчас-то я понимаю, что это просто мой товарищ менял скин и троллил, так сказать. Причем настолько круто, что даже новые люди, которые приходили в игру, поддерживали эту теорию. Да, друзья, я пипец какой доверчивый, надо признать. Но меня однозначно это поражало, то, что Херабрина такой двигается, что-то какие-то падальки мутят. И я даже Майнкрафт изначально воспринимал как некий триллер игру. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? А в школе я рассказывал о существовании такой игры, где искусственный интеллект на порядок выше, наверное, всех существующих игр вместе взятых. И который способен завернуть игру вообще в любую сторону, даже которую ты вряд ли бы ожидал увидеть. И вот это я все рассказывал, а потом понял то, что меня троллили, и мне стало несколько стыдно. Но с другой стороны, если бы не вот этот Херабрин, возможно, я не так сильно бы увлекся Майнкрафтом. И, возможно, бы не начал делать видосы, не познакомился с Томасом, не начал сниматься бы в сериале по Майнкрафту, потом бы не начал открывать кейсы в CSGO. Короче, к чему я веду? Спасибо чему, который меня троллил, и спасибо Херабрину за его существование. И вот сегодня я хочу вас ужаснуть, а может, обрадовать тем, что энтузиасты обнаружили оригинальный сит мира из той крипипасты. Это, если что, число, которое используется механизмом игры при генерации игрового мира. Только вот, чтобы зайти туда и найти Херабрина, нужна старая версия Майна, ибо на новой все работает несколько по-другому. Проще говоря, генерация идет уже с другими условиями, но, опять же, умельцы для людей, которым впадлу искать настоящего Херача, сделали сервер для новых версий, где пользователи вручную воссоздавали мир из оригинального мистического сида Майнкрафта. И, в принципе, здесь можно полетать, а также поизучать окрестности. Но на какую-то встречу с белоглазой сущностью лучше не надеяться. И это печально, потому что, по сути, мы здесь собрались именно для этого. Поэтому я скачал нужную версию Майнкрафта, прописал нужный сит, и отправился искать того, кого лучше не находить. Добро пожаловать на разоблачение Дворца Херабрина. И как же меня ностальгия пробирала от главного меню, и даже от мира, который выглядел на порядок, хуже минималки Майнкрафта версии 20-го года. Хотя забавно, что я ностальгировал, ведь начал играть уже тогда, когда появилась полоска голода. Тут же её нет. Ну и вкратце, что можно сказать про оригинальный мир Херабрина? Он самый обычный. А из-за интересного, здесь разве что много объектов, сгенерировавшихся именно в воздухе. На самом деле, для Майны это обычное дело, но тут их уж слишком дофига на периметре. Второе, курицы, которые возникают неоткуда и обладают какой-то сверхсилой. Что, в принципе, есть и сейчас в Майне. Ну и последнее, это зависание на определенных областях. Причем игра-то вроде и идёт. Ты даже блоки можешь ломать, но твой аватар застрял то ли в текстурах, то ли в воздухе. И вновь это тоже херня, потому что подобный баг я встречал ещё тогда, когда играл в синглплеере в 12-м году. Так что использовать это как аргумент существования Херабрина мы не можем. Выходит, что? Мир действительно выглядит странно. Пещерки возвышенности. Прям идеален для того, чтобы тут встретить Херабрина. Но его нет. Я ходил ночью, днём. Кроме багов и странной генерации, я ничего такого не встретил. Если кто-то думает, что проблема именно с дальностью прорисовки, огорчу. Было протестировано и с туманом результат один. Из нежити только классические мобы. Уж поверьте мне, у меня, между прочим, платина Майна на Плейстейшн. Такое уважать надо. Но для жёстких зумеров могу ради удивления продемонстрировать, как с овцы вылетает три шерсть от удара мечом. Без ножниц, друзья. Угу. Ну или как еда сразу исчезает без какого-либо жевательного процесса. И пополняет наши хитпоинты. Да, друзья, было и такое. На самом деле эти поиски изначально были бессмысленные. Потому что, ну, даже автор Крипипасты спустя время признал то, что... Это всё просто байка. И у Ночи действительно нет никакого мёртвого брата. Хотя он это не уточнял, может быть реально есть, но... Это не Херабрин. Но, как бы то ни было, бомба хайпа уже запущена. И работает достаточно долгое время. Настолько, что даже не любители Майнкрафта знают о существовании этакого Херабрина. А то, что его на самом деле нет в игре, ну, это не проблема. Ведь какие задачи были у Херча? Первое. Он всё поджигает. Второе. Что-то непонятное строит. Третье. Общается в чате. И попросту пугает, а иногда дарит что-то хорошее. Сложно ли это реализовать в игровом плане? Абсолютно нет. Поэтому начали создавать люди такие вещи, как моды на Херабрина. Для того, чтобы самих себя пугать. С одним из таких модов я решил сыграть на стриме. После запуска синглплеерного мира, в чате палится, что второй присоединившийся игрок это Херабрин. Что странно, учитывая, что перед нами одиночка. Но в любом случае, теперь нам остаётся лишь ждать. Чем тот будет удивлять? К слову, долго это делать не пришлось. В отличие от оригинального Сида, мистика началась сразу же. Сначала подарки Херабрина, которые выглядят как ловушка. Заканчиваясь сообщениями в чат, а также лесом без листвы. Где, кстати, меня и встретил белоглазый друг. Так, где нормально? Вот там обычный лес. Туда побегут. А уже к наступлению ночи он попросту расплодился и стал появляться везде. Некоторые вещи вообще ломались. Или даже дюпались. Че? А как? Игра же сама по себе выходила, сохраняя мир. И я никак не мог это контролировать. А иногда при атаке животных, откуда ни возьмись, возникал херыч. Ну хотя бы не встречал меня, когда я сплю. Ну нахер. Но, к слову, меня в какой-то момент это достало, и я попытался вызвать его на бой. Даже подготовил ловушки, и, наверное, минуты на две он действительно покинул периметр. Зато потом влетел будто на Феррари, чем довел меня как игрока. Заставив, в конце концов, удалить игру. И в целом получается забавная ситуация. С одной стороны, Херабрина не существует. Об этом утверждает автор Крепипасты, да и мы с вами, слушая его, понимаем это. Но, при этом он является очень важной частью игры. Что тоже никто из вас не будет отрицать. Но его же не существует, как он может являться частью. А прикол в том, что спустя время Херабрин, даже не имея никакой оболочки, действительно стал живым. Бояться нам этого или нет, решайте каждый сам для себя.